С Ираном диалог не ведется, не велся, была какая-то непонятная игра, ему обещали ракеты, которые никто не давал, по-моему, до сих пор никто ничего не дал, но это скрывается, потому что уже неприлично. До станции Бушер, там тянули тоже неприлично долгие годы, специально замораживая и коллапсируя процесс доведения до ума этой начатой немцами станции, никаких отношений там никогда не было. Я был у истоков этих отношений, потому что в мое время, когда я вот начинал работать в телевидении вныне, Иран был ругательством, то есть Козыревщина, она четко стояла на тех позициях, что Иран это враг цивилизованного человечества, американских позициях, вот. Но там глубокая идея заключается, которую Козырев, конечно, не знал и не понимал на сознательном уровне. Дело в том, что Иран это первая ласточка традиционалистского клуба, который начал возвращаться на авансцену после поражения традиционалистов. Появление иерократического, теократического режима в Иране, то есть традиционалистского режима в Иране, в буквальном смысле традиционалистского, строго традиционалистского, потому что там, собственно говоря, даже щупальца в виде Саида Хосейна Насра, который живет в Штатах, но которого постоянно публикуют и ссылки на него дают в уранских издательствах, вот, как на мост между Востоком и Западом, да. Вот этот вот традиционализм Ирана, он является острым ножом в Баку у Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты, повторяю, это штаб-квартира либералов, а в Иране восстановлен традиционалистский порядок, ну, так сказать, с оговорками более или менее, но восстановлен. Вот, и на этом основана дикая ненависть американцев к Ирану. Она не расовая к Иранцам, не историческая, потому что история там, никакой истории у Ирана с Америкой вообще нет. Если не считать приезда Рузвельта в Тегеран во время войны. Вот, то есть, Иран не имеет каких-то конкретных, так сказать, замесов с американцами, в ходе которых они бы могли бы заработать и заслужить такую тяжелую ненависть, вражду и так далее. На самом деле это просто политический момент, политический, так сказать, вектор, который разделяет Иран как традиционалистское образование, поддерживаемое народом, буржуазией, вот, и либеральную штаб-квартиру США. Что касается Советского Союза, Советский Союз был прошахский. Когда Шаха свергали, то для Советского Союза это был вызов и выпад. Я помню статьи очень, так сказать, прошахского характера в газете «Правда», когда брали интервью у генерала по поводу того, что вот насколько силовики могут справиться с народными массовыми выступлениями. Это «Правда» печатал. В позднейшие времена, конечно, Иран вызывал крайнюю осторожность. Ирану практически не продавали оружие. Ираку продавали оружие дважды. В 82-85 году. Вот, легенда о том, что все оружие Ирака было поставлено Москвой, и большая часть, это не более, чем легенда. Два года были там поставки оружия. Вот, Ирану не продавали ничего. Ну, просто потому, что Соединенные Штаты являлись действительно доминантной силой.